Сердца эти любящих людей бились в унисон при жизни. Со временем они воссоединились не только на земле, но и на небе. Сегодня мы решили рассказать о парах супружеских советских актеров, которые были вместе при жизни и продолжают находиться рядом после смерти. Станислав Ростоцкий и Нина Меньшикова. Блистательная супружеская пара, которой восхищались миллионы людей. Станислав Иосифович, талантливый кинорежиссер, создавший такие фильмы, как «Дело было в Пенькове», «Герой нашего времени», «Доживем до понедельника», «Азори здесь тихие» и другие. Каждую из этих картин, без преувеличения, можно назвать настоящим киношедевром. Ростоцкий был лауреатом множества государственных премий за заслуги в кинематографе. Мало кто знает, что в 1943 году 23-летний Ростоцкий в буквальном смысле сбежал на фронт. По состоянию здоровья он был негоден к воинской службе из-за серьезных проблем с позвоночником, однако настаивал на том, что хочет пойти воевать. В течение года Станислав Иосифович служил в звании рядового. В ходе очередного обстрела получил тяжелое ранение. На нем не было живого места. С того света Ростоцкого вытащила фронтовая медсестра Анна Чугунова, которая оказала ему первую помощь и на себе дотащила до военного госпиталя. Именно ей режиссер посвятил фильм о Зоре «Здесь тихие». Ногу спасти не удалось. До конца своих дней Ростоцкий носил протез. При этом он наслаждался полноценной жизнью, водил автомобиль и даже бегал. Многие из его знакомых даже не подозревали о протезе. Со своей будущей женой Ниной Меньшиковой Ростоцкий познакомился во время съемок своего дипломного фильма «Пути дороги». Вскоре пара сыграла свадьбу. В 1957 году у супругов родился сын Андрей. Всесоюзный успех Нине Евгеньевне принесли роли в следующих фильмах «Чудотворная», «Девчата», «Сердце матери», «Верность матери», «Доживем до понедельника», 10 августа 2001 года, Меньшикова овдовела. Станислава Иосифовича сразил сердечный приступ в тот момент, когда он находился за рулем автомобиля. Он успел съехать на обочину. Спустя год Нина Евгеньевна потеряла сына, погибшего в результате несчастного случая. Андрей сорвался с 30-метровой скалы во время поиска в подходящей локации для своего нового фильма. 26 декабря 2007 года не стала и самой Меньшиковой. Актриса ушла из жизни в результате инсульта. Супруги похоронены на Ваганьковском кладбище. Анатолий Горюнов и Вера Бендина. Анатолий Горюнов – выпускник школы-студии МХАТ, актер театра имени Е. Вахтангова, легендарный театральный деятель и педагог. Поклонники творчества Горюнова знают его по ролям в таких фильмах, как «Петербургская ночь», «Пышка», «Три товарища», «Партийный билет», «Минин и Пожарский» и другие. Со своей будущей женой, блистательной театральной актрисой Верой Бендиной Анатолий Иосифович, познакомился в годы учебы в школе-студии МХАТ. После этого они играли в одной труппе. Вера Дмитриевна запомнилась зрителям своими лирическими, комедийными и астрохарактерными ролями. У супругов было двое детей – сын Михаил и дочь она. Повзрослев, они стали продолжателями актерской династии. 10 июля 1951 года Вера Дмитриевна Овдовела. Ее супруг ушел из жизни в довольно молодом возрасте, ему было всего 48 лет. Бендина пережила мужа на 23 года. Она скончалась 8 октября 1974 года. Супруги похоронены на Новодевичьем кладбище. Всеволод Сафонов и Эльза Леждий. Красавица Эльза стала второй женой блистательного Всеволода Сафонова, прославившегося ролями в таких фильмах, как «Дело пестрых», «По ту сторону», «Пять дней», «Пять ночей», «Закон Антарктиды», «Гиперболоид инженера Гарина», «Далеко на Западе» и другие. Они встретились в сложный для Сафонова период творческого простоя. В то время он нашел утешение в спиртном, с появлением Эльзы все изменилось. Она помогла ему справиться с депрессией и вернуться в профессию. Лежди согласилась выйти замуж с Афонова при условии, что он бросит пить. Он сдержал свое слово. В браке они прожили больше 20 лет до самой смерти Всеволода Дмитриевича от рака легких. После смерти мужа Эльза закрылась в себе и никого не хотела видеть. Она крайне редко выходила из своей квартиры. 12 июня 2001 года актриса ушла из жизни. Эльза также скончалась от рака легких. Супруги похоронены на Хованском кладбище. А что вы думаете об этих прекрасных актерских парах? Пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал.